Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот эти слова сегодня прозвучали во всех православных храмах на литургии. Все верующие, и вдруг какое-то проклятие. И всем кажется, что это на кого-то. Ну, никак не на нас. Я засажу, я исповедую, я причащаюсь. А согласно слову Божию, вот как раз укор Божий, упрек Божий больше всего касается его детей. Ну, и родители-то наказывают не соседского же мальчишку, а своего, хулиганиста. И Христос-то пришел к своим. И ни одна нация в мире не поступила столь коварно, несправедливо со своим Господом, как еврейский народ. И не приняли его. Они не просто не приняли, а проводили расследование его деятельности. Приходили люди и говорили. А уже специалисты по сектам, нетрадиционным, тоталитарным сектам. Они сидели, рассуждали и говорили, не от Господа этот человек. Он субботу не хранит. Вот субботу им надо обязательно хранить. Но пришло время, они подняли руку на Господа славы. Они на субботу не посмотрели ничего. Сегодня нас очень многие упрекают за что-то. Что-то Божью Матерь там не почитают. Все это выдуманное. Господь леничил субботу. Он говорит, я господин субботы. Я пришел не нарушить, но исполнить. Нельзя же так буквально понимать, что человек тонет, и его нельзя спасти. То есть все, что касается скотины, они рассудили. Бык никак в воде не может сидеть три дня. Его надо вытащить. А женщина-водянка, она потерпит еще. Поить надо, привязать быка. Ну не можешь же скотина привязывать три дня, чтобы не везти ее на водопойте. Тут они написали закон, столмок, пояснение дали. Ну вот сгорбенная женщина пришла, потерпишь. Вот Господь, смотря на них, и удивлялся их жестокосердию. И в конечном счете это все привело их к проклятию. Изучая закон Божий, как дисциплину в школах, они, оказывается, вели людей в совершенно другом направлении. Я поставил перед собой задачу по Слову Божию посмотреть, какой путь русско-православной церкви. Русской. Потому что я нахожусь здесь, это больше всего меня интересует. И я прихожу к твердому убеждению, что мы повторяем то, что уже в истории мира было. Во главу угла, когда не было поставлено Слово Божие. Они пытались легкое исполнить, а что-то трудное оставить. Притом всякие хитрости придумывали. И это все было объяснено и учили. Вот с храмом поклянется человек? Ничего. А золотом храма виновен. Жертвенником поклянется, а потом не выполнит. Ну не бойся он жертвенник покупать. А вот жертва лежит на жертвеннике, баран там, полбарана лежит. Ну тогда виноват, нарушил, исполню. Он говорит, безумные и слепые. И безумные и слепые. Отсаживая. Что проглотили? Комара. А проглотили-то верблюда с капотами, с горбами и даже не заметили. Вот это сегодня делается в церкви. Самое главное, что Господь оставил на земле, всего лишь два пункта. Их обошли стороной. Я не нашел пока ни у одного проповедника, ни у Яна Кронштадтского, ни у Феопана Затворника, ни у Серафима. Серафим коснулся частично. И то частично для себя. И все под такими загадками, зашифровками. Первое, надо было родиться свыше. Родиться свыше. Это священник должен внимательно смотреть, рожден ли ли чадо его. И сам он рожден или нет. Он себя тоже должен исследовать. Написано, исследуйте, верили ли вы. Это прямое указание в Библии. И второе, когда человек родится, дальше быть под водительством Духа Святого. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Напрасно вы топчете дворы Божьи, ходите, одеваетесь. Это ничего не поможет, если Духа Святого нет. 8-9 послания к римлянам. Конечно, римская церковь вздрогнула. У них на первом месте стояло выявить, кто главнее, евреи или язычники сегодня. А он говорит, не евреи, не язычники, а водимые Духом Божьим, вот кто главный-то. А остальные-то совершенно в другую сторону идут. Когда человек рождается свыше, он постоянно себя исследует. Он на все смотрит настолько внимательно, как бы ни налево, ни направо не уклониться. А лево, право неоднократно указывается. Долго ли вам хромать на оба колена? Вот перед таким вопросом однажды пророк Илья поставил весь израильский народ. Ну, если Господь есть Бог, ему служите. И Его вы поклоняйтесь. А если Ваал, ему служите. Ну, что вы налево-направо? Православные коммунисты. Все под православием. Сегодня все православное везде. Любую мерзость, лишь бы крестик стоял и благословил священник или патриарх. И все это будет благословенно и благодать. А по-божьему-то не так. По-божьему-то и кое-то божественное, что от Бога. А проверить, что от Бога, надо в закон Божий смотреть. И вот проклят, кто постоянно не исполняет. Речь идет о Ветхом Завете, о жертвах, которые приносили по закону Моисееву. И люди хватались за закон. Их приучили, говорят, а вы начинаете исполнять. Тут староверы какие. Павел говорит, исполняешь и все должен исполнять. А одно нарушает он, виной им во всем. Уголовный кодец говорит, не прелюбодеется, не убивай, не кради. Но если ты убил, а не воровал, все равно судить тебя будут. А по-еврейски ты то и другое карался не такими мерами сегодня. Сегодня судьи судят неправильно. А ведь еврейское закон и говорилось так. Что они присудили неправильно наложить на них. Вот небось бы тогда думали люди. Да сегодня все это извращено. И я подумал, если сегодня действительно мы спасаемся даром, по благодати Божией. Даром. Все время повторяйте. Мы не заслуживаем спасения, а мы даровано нам даром. Абсолютно даром. Вот такой, как ты есть в миру, такой и приди Господу. И Он тебя оживотворит. Он даст Духа Святого. Он родит тебя. Первое родиться надо. Мы не можем ставить программу перед человеком, если он не родился. Да первое это чревоношение. Ложим чревоношение. Катефизация сегодня пришли с Никольского, говорит, 30 минут. Ну позволь, 30 минут, это маловато. Ну что ты за 30 минут можешь узнать-то? Это я могу только в городе объяснить, как до магазина дойти. До неба дойти. 77 книг. Одна другую дополняет. Сколько ересей человеку надо все это дать знать. Катефизация от 3 до 5 лет должна быть. Если раньше напустили, то что ты уже знал где-то, дополни это. Приложил особое усердие. Ты верующий. Тебя приняли. Но ты себя считаешь еще, что я все еще там иду. На меня береги возложили, а я пока повернуться не могу. Но еще недостаточно тренированный. И Павел говорит. Проклят, кто постоянно не исполняет всего, что написано в законе. А вот когда ты обратился к Богу, когда уверовал, принял святое крещение, тогда накладывается иго Господне. Он говорит. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Не то, которое монахи придумают. Священники. Разная юрисдикция. Мое иго. И ни человек, ни наставник, ни старец наложит. Я наложу на вас. А священник, он только должен подтверждать это. И проверять, правильно ли иго. Он больше знает, ты к нему приходишь за советом. И ты должен понимать, он тебе советует. Что? Куда? Я слышу странные и даже страшные вещи. Что священники, даже на исповеди, пытаются чуть ли не склятывая, чтобы человек сказал, что вот это так, вопреки священного писания. Я могу сказать только одно. Дожились до ужасного положения, что до евреев до этого еще не дожились. Они старались писание знать. Христос говорит, как написано? И он сразу отвечал, во зубе Господа Бога. Он начинал твердить. А сегодня ничего не может сказать человек-то, потому что он не учился. Никаких курсов не проходил. Слово исполнять у нас относится к тем, которые уверовали во Христа. Оживотворились. И дух святой их ведет. Вот теперь добрые дела нужны для подтверждения, что мы живые дети Божии. Мы каждый день должны думать, я сегодня сумел подтвердить, что я дитё Божие. Слово исполнять, чтобы узнать, что такое исполнять, нужно в Библии прочитать 512 раз. 512 предложений, 512 позиций осмотреться. И все исполнять. Ну, в это же входит где-то и не исполнять. Только в Новом Завете 130 раз говорится. Значит, в Новом Завете тоже исполнять надо. Одна книга «Деяния апостолов» 33 раза повторяет слово «исполнять». Да 33 раза даже оставим всё одно «Деяние апостолов». И уже мы в эту книгу войдём. Постоянно надо исполнять. Постоянно написано. А не то, что я сосарился, теперь у меня болит что-то, свербит. Наоборот, чем ближе конец приближается, тем больше усиливает. Бегуны, когда бегут, вы знаете, на последних метрах, на конских скачках. Они всё выжимают. Ему надо добежать. Главное взять приз. Многие бегут на ресторище, но один получает награду. И так. Не просто руками размахивайте, а бегите точно бить в цель. И слово «выполнять» встречается 25 раз. Необъяснимо мало по сравнению с 500-то. Почему? А, видимо, одно дело указать, а другое дело выполнить. Евангелие с Матфея, я хочу пройтись немножко, а вы к себе каждый примите. Выполнимое требуется наш Господь или нет? Немножко. Если Господь позволит, еще сегодня вторая проповедь будет. Она дополняет это же. Это тоже литургийное чтение сегодня. То, что мы слышим постоянно. Но я, с другой стороны, хочу зайти и показать, что в России вообще таких проповедей никогда и не было. Почему? А на этом как раз сатана и поймал всю Россию. Разбросал все. Я повторяю, что за всю мировую историю ни одна христианская страна не терпела такой катастрофы, как русское православие. Нигде и никогда полностью променяли Христа на сатану. Вчерашние верующие оказались с ломами, с винтовками. Не все же китайцы, не все же жидомасоны делали там. Это только руководили нами. Ими. Матфея 5,17. Христос говорит, я не нарушить пришел, но исполнить. Я хочу исполнять в Новом Завете. Бог повелевает. Сектанты иногда говорят, я уверовал, теперь все. Я спасенный? Так и не так. Да, я спасенный. Спасенный в проекте. А это надо подтвердить. Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте спасение. Совершайте это в будущем. Хотя мы уже спасены, хотя мы записаны, но мы ежедневно должны подтверждать и совершить, что не зря он дал венец, не зря ложил оружие, не зря дал лопату работать, чтобы она не заржавела. Матфея 5,18. Ни одна иота и ни одна черта из закона не прейдет, доколе не будет исполнено. Матфея 5,18. По порядку объясняет. И седьмая глава, 24 стих. «Всякого, кто слушает Слово Мое, исполняет Его, уподоблю человеку, который строил дом на фундаменте. Слушал и исполнял. И так благословен Господь, который постоянно исполняет все, что повелено Духом Святым не в законе, а в совести нашей. Повелено в Евангелии. Матфея 12,50. Кто будет исполнять волю Отца Моего, тот мне. И брат, и сестра, и матерь. Наш брат Иисус – брат. Но если я Ему брат, то, конечно, и Он мне брат. Так не бывает, чтобы Он мне брат был, а я Ему не брат. Брат Иисус, можем сказать. Сошедший с неба Бог говорит, слушать и исполнять будешь, а ты, Матерь Ему будешь, ты, сестра Ему будешь. А все-то только в том, чтобы исполнять волю Отца Небесного. А волю Небесного Отца нужно познавать из Слова Божия. А кто тебе говорит, ты проверяй. И смело противостань, если это не так. Смело скажи, Бог не так сказал. Ты ошибаешься. Ты не можешь сказать, потому что не знаешь или сам не уверен. Матфея 12,31. А в одном случае два сына. Я одному сказал, иди. И он говорит, не пойду. А другой пойду. И не пошел. Но тот одумался и пошел. Какой исполнил волю Отца Небесного. Вот у нас было, мы не слышали, не шли, а теперь-то мы услышали. Было время, 18-20 лет. Господь трогал нас. Мы не шли, но теперь познали. Говорили, не пойду, а теперь пошел. Мы избрали благую часть, но нужно теперь до конца дотянуть. Блажен кто не ослабеет, кто не поколеблется, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Усиливайте рвение, все время ищите в чем поучаствовать. Не можешь сам пойти средствами участвовать, транспортом участвовать, квартирой. Все, что у тебя есть, все на алтарь Божий. Евангелист Иоанн 13,13. Он говорит, если это знаете, то блаженно вы, когда исполняете. А мы очень много знаем. Ни с одной общины, ни с, может, редко с кого столько будет спрошено, как с нас. Сколько мы учим? Четыре часа в университете. Полтора часа здесь. Четыре часа, четыре проповеди еще. Сколько надписей. Сколько книг. Ну, и спрос то с нас будет, наверное, большой. Второй. Помогать друг другу надо, чтобы исполнить. Иоанна 15,14. Вы, друзья мои, Господь говорит, при одном условии. Если исполняете то, что я заповедую вам. Хотим быть другом Божьим? Вникает в закон, и каждый день думает, а что исполнить? Я так хочу быть другом. С утра эту программу буду выполнять. Он повелел, что? Постоянно быть в общении, в молитве, в молитвенный настрой. Я буду в молитве. Господь говорит, противная сторона, влекущая от Бога, изгоняется постом и молитвой. У нас пост идет. Усилить пост. Я сколько раз говорил, некоторые гляжут до того, комплектные у нас. Я никогда не думал, что в нашем общем такие жирные люди будут. И с года в год идет дальше, ни граммы не уменьшаются. У нас несколько примеров взять, посмотрите, и старые, и молодые, но более комплектные. Ян Затаус высмеивал таких. Вы что, говорит, мы решили лечь в берлогу, или вас в жертву хотят принести, но жертву жирную старались приноситься. Пост кончается даже, но ни на килограмм не убывает. Деяние 14, 26. Мы были преданы благодатью Божией на дело, которое исполнили. Благодать посылает. И просите у священника благословения не то, чтобы нарушить пост молоко, а только одно. Батюшка, мне так хочется пойти на благовестие, а боюсь, язык заплетается. Помолись обо мне, благословите меня. Мы посланы были на дело благовестия. На дело благовестия посылаются все, и миряне, и дети. Деяние 16, 26. Проповедуй, обличай. Это дает Господь нам. Итак, будьте, Яков говорит, исполнители слова, а не слышали только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает и не исполняет, подобен человеку, который рассматривает черты лица в своем зеркале, отошел и забыл. Будьте исполнителями дела, и блаженны будете в своем достоинстве. Что услышал? Программа выполнена. 1 Иоанна 2, 17. И мир проходит, и похоть его. Все исчезает. А кто же останется? А исполняющий волю Отца Небесного пребывает вовек. Превыше всего мира ценится на Богом душа, которая следует велению Духа Божия. Кремленам 13, 8. Любящий другого исполнил закон. Я хочу со всех сторон показать, что значит блаженны исполняющий закон. Любящий другого, кто рядом находится. 13, 10. Любовь больше другого знаешь. В чем-то твоя специальность того превышает. И ты можешь сделать это не за деньги большие. 2 Коринфянам 8, 11. И исполняли просьбу по достатку, когда собирали деньги, по достатку. Мы завтра к вам обратимся, а вы сегодня подготовьтесь, придите завтра с деньгами. Наши братья заказали много визиток на неделю. Приглаши они в городе за свой счет. Вы не ходили ни в редакцию, нигде. Он туда-сюда несколько раз ходил. За свои деньги сделали. Собрать деньги это будет и по совести и справедливо. Потому что не будем благовестствовать, мы просто будем исчезать. Итак, Галатам 2, 10. Только бы мы, Павел говорит, постоянно помнили нищих, что я старался исполнить точности. Когда он уходил и сказали, правильно, Павел, ты проповедуешь языщикам, ну, так уж Бог тебя открыл. Но один наказ апостол дали, нищих, помни. Конечно, в первую очередь евреев наших не забывать. Тут евреи кибетствуют. Все время помните нищих. Вот у нас ящик висит. Старайтесь каждый раз что-то туда положить. У нас никуда не уйдет. Открывает комиссия нуждающихся. Чтобы мы более щедро могли давать. Вы не можете куда-то пойти. Кто-то братья ходит на свидетельство, а ты на работе, у тебя и пропуска нет, но ясно, что у тебя что-то больше уже. Вы просто подходите к этому так, что ты можешь участвовать, а иначе ничего не будет. Когда начнется подсчет, ты будешь в стороне стоять. Тебя не вызовут и зарплату в генарии не выплатят. Эфесянам 2.10 Мы созданы во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Сотворил, благословил и написал делать добро. Предназначил. Написал человек, назначение его делать добро. Больше ничего нет. Делать добро. Эфесянам 6.6 Исполняя волю Божию от души. Вот как нашли. И далее Филипписам 4.4 Что слышали и видели во мне, то исполняйте. Чтобы видеть, что в Павле надо деяния прочитать, ну и немножко еще почитать. 14 посланий. С вышкой, с карандашом в руке. Что Павел делал? И подражать ему. Послание к Колоссинам. 1.25 Чтобы исполнить порученное от Бога. Будете исполнять то, что верено вам 2 Фессалитисам 3.4 Итак, проклят, кто не исполняет всего в законе, было сказано евреям, тем более в Новом Завете. Потому что те имели только образы, а мы самую суть. Если там за них приносился и ягненок, за нас Христос, да могу ли я по-другому ко Христу относиться. Он мне избрал, приблизил, назвал своим. Ну, как хочется Господу доказать, я люблю его. Я сделаю все возможно, только то, что написано в Священном Писании. И благословен Господь позволишь и снова нам коснуться то, что возжигает нашу ревность в Духе Святом. Аминь.